И возвращаясь к теме реставрации, сейчас продолжаются работы с такими историческими памятниками 18 века, как гостиница дворянского собрания и завод Пицольда. А сегодня в мэрии обсуждали план реконструкции и других старинных зданий. В Казани их более 200. Как их будут приводить в порядок, расскажет Альбина Батаршина. Это особняк здания гостиницы дворянского собрания, памятник архитектуры федерального значения. Здесь останавливались Екатерина II, Александр Пушкин, Фёдор Шаляпин. Но реконструкция обошла памятник страны, хотя есть и собственник, и планы реставрации. Так или иначе, там достаточно трудоемкие процессы, связанные вопросы с расселением жильцов и вопросы документального оформления этих объектов. Но так или иначе, процесс запущен в скором времени, и я надеюсь, что уже приступят к реставрации этого уникального объекта. Во флигеле исторического здания по сей день живет семья. Им предлагают несколько вариантов для расселения. Пока переговоры буксуют. Второй глобальный проект реставрации – пивоваренный завод «Петцольда». В мэрии надеются, что им тоже займутся уже в этом году. Более 300 старых зданий уже отреставрированы. Радует и впечатляет те цифры, которые на сегодняшний день мы уже имеем, и сегодня я их озвучивал. Но ту планку, которую мы для себя поставили, заставляет нас еще более стройным усилием заниматься тем, чем мы начали заниматься два года назад. Поэтому цифры, с одной стороны, впечатляют, с другой стороны, очень сильно подстегивают. Привести в порядок нужно еще почти 200 зданий. В исполкоме намерено восстановить как можно больше памятников. Альбина Батышин, Тимур Гатаулин, Вести, Татарстан.